Прямо сейчас поговорим о запросах зрителей, в частности на новогоднюю ночь. Первый канал провел опрос, каких звезд они хотят увидеть, но сделали это в социальной сети «Одноклассники». Принято считать, что ее аудитория возрастная. Но какие запросы для веселья на самом деле у нас в студии гость, ведущий ТВК, шоумен Иван Солнцев? Доброй ночи. Доброй ночи. Ваня, как давно сам-то смотрел «Голубой огонек»? Ну, это очень хороший и интересный формат, который пришел к нам на современное телевидение еще с советского времени. Но, к сожалению, как любое развлекательное действие, оно требует перемен. Ну, вот как поется в песне «Соя», требует наши сердца. Не может один и тот же продукт из года в год на одном и том же канале состоять сплошь до рядом из каких-то совершенно нелепых шуток. Да, и исполнение одних и тех же певцов выступления. Мое мнение, ну, мне так кажется, хотя я сам, конечно, не уделяю внимания в новогоднюю ночь ни первому, ни второму каналу. Есть зрительская аудитория? Ну, конечно же. Ну, есть, ну, смотрят. То есть это старшее поколение, потому что, как мне кажется, половина в нашей стране смотрят только Первый канал, да. Ну, если брать не наши города большие, да, какие-то там. Ну, действительно, аудитория большая. Да, и, к сожалению, они не имеют возможности знакомиться с другими исполнителями, потому что то, что показывает Первый канал, они понимают, значит, вот в стране у нас есть до сих пор Пугачёва, Галкин, Леонтьев и так далее. То есть, к сожалению, у них нет возможности знакомиться с другими исполнителями и группами, потому что Первый канал просто либо не показывает, либо не пускает, либо не хочет, чтобы они появлялись на этом канале. Ты же точно знаешь, на что реагирует публика, когда речь идет о каком-то мероприятии, что там за музыка, на что они реагируют? Ну вот смотрите, вот например, если брать совсем такое молодое поколение, да, вот группа «Грибы», отшумевшая, прозвучавшая, но ведь эта группа не собрала зал в нашем городе, когда они приезжали. У нас есть возможность, кстати, посмотреть, что они исполняют, вдруг наши зрители не в курсе. Добрали зал. Ну, тут мне сложно сказать. Вот у них была одна песня, была одна песня, да, «Тает лед», она отшумела, прозвучала и все. Ну, во-первых, стоит говорить о том, что даже если они победили там в каком-то голосовании, их не может быть ни в одном огоньке, ни голубом, ни на первом канале, потому что эта группа до конца года только работает. То есть это, ну, был признан коммерческий проект успешный, собрать ребят, проездить по городам России и там зарубежья, собрать денег и чтобы эта группа развалилась, да, так скажем, ребята расстались. Поэтому в чем их? Наверное, в том, что они попали с хорошей музыкой и с хорошей песней. Ну, с какими-то такими словами. У нас есть еще возможность посмотреть «Ленинград». Клип тоже, группа попала в топ-30 тех, кого хотят увидеть новогоднюю ночь. Дай посмотрим. Ну, по моему мнению, это настоящая вкусовщина такая. Ну, то есть уже все признали и мэтры, и те, которые даже очень негативно относятся к творчеству группы «Ленинград» из-за большого количества ненормативной лексики, что снимают они и то, что делают они, очень круто. То, что они появятся на центральном канале, мне вообще слабо в это верится, даже с той песней, в которой все сглажено, все красиво и все выверено. Хорошо, еще одни рэперы есть в списке. Это «Мияги» и «Эншпиль». Можем посмотреть, что у них за творчество. Когда мы перед эфиром общались, мне была названа эта группа, я сначала не понял, кто это. Просто бывает так, что песня на слуху какая-то, да, но ты не знаешь даже, кто это поет. Вот у них самая известная песня называется «Тамада». «Та-та-та-та-та-мада». Ну, вы понимаете, что это можно… Ну, как, это даже дома можно тихо только включить, мне кажется. Но опять-таки, это дело же вкуса, правда же. Потому что у нас в последнее время очень развилось поколение людей, которые слушают исключительно в машине музыку, и это какой-нибудь рэпчик. Ну, как правило, да, то есть либо это тонированные машины, либо это с очень малым клиренсом, да, передвигаются. Новогодняя ночь, по моему мнению, должна быть разнообразна, безусловно. Но то, что не пускают на центральные каналы каких-то определенных творческих коллективов или исполнителей, это надо понимать, это бизнес, это очень большой бизнес, это с очень большими деньгами. У кого есть все шансы попасть туда, так это Ольга Бузова, она также вошла в этот шорт-лист исполнителей, можем посмотреть и ее творчество тоже. Ну, что тут говорить? Что тут говорить? Тут можно только либо слушать, либо просто об этом не знать. Но это же не самая лучшая альтернатива из того, что сейчас есть современного, чтобы освежить репертуар. Мы не будем говорить про Юрию Лазу, да, который, допустим, совсем недавно дал интервью на эту тему, и он сказал, что у меня 13 лет уже лежит новогодняя песня, но меня не пускают, да, чтобы я ее мог спеть, чтобы я ее презентовать мог всем россиянам, да, и так далее. Ну, нельзя же говорить из крайности в крайность, да, падать. Нужно просто понимать, что на самом деле много хороших творческих единиц, которые не только в России и в Красноярске у нас есть. Ведь у нас как бывает, что... Это же немало времени у нас стоит. Мало времени. Как бы там ни было, мы будем надеяться, что вот то голосование, которое было, хотя бы чуть-чуть к нему прислушиваются, какие-то новые звезды и лица появятся на Первом канале. Спасибо большое. Иван Солнцев был у нас в гостях. Мы продолжим после рекламы.